здравствуйте всем привет из риги нахожусь я в парке вестера около пруда в этом парке так уникальный случай смотрю как женщина камыш зачищает летом это сделать трудно вот зимой по льду самое то надо с опаской ходят все-таки у нас зима переменчивая то утепель то опять мороз сегодня на улице минус 6 знаете мне кажется что здесь заканчивалась речка вернее притока в сдау если посмотреть карту 1885 года то приблизительно здесь она и заканчивалась возможно это остаток той-той старой древней притоки сегодня мне хочется проехать вдоль русла когда-то не побоюсь слова даже назвать ее речкой потому что в каких-то местах она была даже судоходной я покажу доедем мы до туда здесь она уже была узковатой суда здесь не ходили проедем вдоль русла но попробуем найти остатки что осталось от этой реки и вообще посмотрим как процветает этот район район улица кастас что с ним сейчас отправить поехали нахожусь на территории стоянки большого супермаркета риме когда-то на этой на этом месте было производство хлебный завод друга назывался он кроме хлеба также выпускал если помните такая соломка была она с такими черными точечками очень вкусные кукуруза таких больших пачках сладкая все это выпускал здесь но от производства не осталось ничего все снесли теперь стоянка и супермаркет ностах поработать на этом предприятии хлебозаводе они тогда даже развивались закупили у итальянцев линию по производстве спагетти но не выдержали 90-х и закрылись рядом с другой находилась предприятие рига сраукс рижский дрожжи делали именно здесь запах такой специфический стоял когда мимо проходил этой проходной проходная осталось сами корпуса тоже что сейчас там производят никаких вывесок похоже заброшено все как и соседние здания техникумы не только не помню как назывался этот техникум единственное помню знакомые девчонки в нем учились а на кого не вспомнить уже в общем из всех этих предприятий техникума выжило только вот это это лаума там делают нижнее женское белье они работают даже есть фирменный магазин на первом этаже потом по дуевской а мы направляемся на когда-то бывшую станцию товарная 2 там не все так плохо как кажется там стройка идет полным ходом уже посмотреть карту 1925 года то на ней видно вся эта территория это уже железнодорожная станция товарная советское время это было товарная 2 в то время это было товарной 1 речку уже засыпали но она еще существует она доходит до улицы с канцис мы оттуда проедем а сейчас вот что осталось от той станции это рельсы в память оставили оставили перрон грузовой он находится по таким современным стеклянным куполом называется ханзас перрон в нем происходят разнообразные концерты мероприятия возможно лекции какие-то очень культурно-развлекательный центр ну и память еще и половить скамейки интересная задумка рельсы даже оставили в брусчатке монтировали их неплохая задумка видно что старое здание сохранили вообще вся территория станции это большая большая стройка квартиры офиса строится я думаю самая большая стройка у нас часу ли которая происходит больше не видел просто регулярно везде еда больше не видел былая железная дорога единственный семафор на всей территории станции который остался забавно дороги нету а семафор есть такой же был на противоположной стороне дороги его уже убрали разобрали положить в то что в 1925 году вот по карте если посмотреть то притока заканчивалась именно где-то здесь в районе этих офисных зданий ну или чуть-чуть может дальше за этим зданием офисов рижский дворец спорта устарел да и земля под ним была дорогая насколько я слышал хотели построить жилой комплекс до сих пор не построили но построили арену рига современный спортивный комплекс который вмещает гораздо больше людей и если тем более проходят концерты когда можно ледовую арену стоячие места выйти очень много здесь проходят и баскетбольные матчи и различные мотошоу и скоро будет проходить чемпионат мира по хоккей именно здесь сейчас поменьше всех мероприятий стало но смотрите как строится этот район сканстас хотелось бы чтобы у нас в лиге побольше было таких районов современных но это наверное дюстный самый современный даже хотели проложить сюда линию трамвай на но проект замяли сказали что не рене не рентабельно хотя европа выделяла на это деньги за этими зданиями там были огороды там тоже будет все стройка все будет в офисах и жилищных комплексах это у нас олимпийский центр футбольная площадка бассейн тренажерные залы я думаю что многие вспомнят что на этом месте располагался ипподром кто-то даже может и на скачках бывал мне не довелось мне довелось побывать в 90-е в лунопарке здесь несколько раз приезжал на эту площадку в то время он уже был такой довольно заброшенный лошадки может где-то еще и были так не припомню и эту территорию использовали под развлечения лунопарк пройдемся немного по этим улицам 21 школу посмотрим наверняка многие у нее учились а речка протекала мне кажется вот где-то здесь где эта дорога вдоль забора возможно и туда здесь она тогда поворачивала шла к парку вестера в те давние времена и вот потихоньку ее так засыпали спали засыпали и сейчас даже не узнать если бы те времена были фотографии камеры было бы интересно сравнить да я думаю если даже потом мои записи через 200 лет кто-то посмотрит тоже бы с чем сравнить 50-е 60-е года забеги лошадей и не только также лошадиную силу показывали автомобили тех времен соревнования много людей но в 79 году случилось несчастье большая трибуна сгорела и восстанавливаться ее уже никто не стал остался и подром без этого уникального сооружения и зрители уже ютились на более маленьких трибунах или стоячих местах типовые хрущевки хотя нет жителям этого дома даже повезло у них гаражи имелись за особые заслуги правда это единственный дом в котором гаражи я вижу нет все таки в этом доме с гаражами на цокольном этаже не совсем типовая застройка видно по окнам что 21 школа многие наверняка в ней учились смотрите он даже не поменяла вид фасада и также называется 21 школа многие у нас школы изменили свои названия центре города мне всегда казалось что 21 школа она была по рестижной я не понимаю почему ремонт не сделали они где-то на отшибе находятся единственное изменение в этой школе это спортивная площадка современная рядом какое-то учебное заведение там написано что это первый медицинский колледж а он таким же был и тогда расскажите в комментариях что это раньше за за учебное заведение было ехал я ехал и смотрю улицу владемара перекрыта с одной стороны полицейский экипаж с другой стороны оказывается дом аварийном состоянии посмотрите на эти трещины жильцов эвакуировали и как долго эта интересная ситуация вся продлится соседний дом я так тоже понимаю эвакуирован такие новости у нас в риге дома рушатся все думал улица перегорожена для транспорта обычного троллейбус пускают проезжает через все заслоны которые я вам показывал сейчас я на улице крыши на валдемара и опять же спецпроекты мне кажется что тут вокруг очень много спецпроекта даже вот в крыщовках они стоят школа дизайна и художеств конструкторское бюро когда-то наверное располагалась в этом здании мне так кажется не ошибаюсь ли я поправьте меня в комментариях я немножко отдалился от нашего русла реки но мы к нему там уже вернемся дальше проеду я сейчас по улице валдемара раз уж очутился здесь и если выскиз и и и и и я уже возвращаюсь ближе к руслу но протекала он там где тот бизнес-центр туда железнодорожной насыпи железной дороге с подъедем у нас и построили в начале двадцатого века и соответственно тогда то еще речка была должен был быть тоннель под ней вот он как раз и находятся нас и этот старый тоннель вернее макушка этого тоннеля не провалиться самый верх его насколько она была широкая не сильно она в этом месте широко было с той стороны я щас поднимусь наверх там видно присыпано все классно я люблю такие места заброшенная старина у вы помните как это было может даже какие-то лодки проплывали здесь лодка здесь вполне помещался если посмотреть так вниз диаметр проходила небольшая в целом есть так приглядеться ну под мостом она сужалась понятное дело тоннель а если посмотреть на эти боковые откосы то она потом расширялась довольно широкая была чем здесь сравнить вот машина раз-два и это боковая наверно будем смотреть от этого дерева и до того довольно широкая речушка шла туда это узкая часть сейчас идем к самой широкой судоходной части тоннель находится подо мной поднялся на железнодорожное полотно куда же он там выходит если у него выход или все засыпано с этой стороны не подойти частная территория и по моему там засыпан этот тоннель куча старых покрышек но вот железная дорога она вела сейчас она идет в порт но было ответвление туда именно на товарную станцию андрео 100 вот тоже этот путь про пролегал сейчас он доходит до конца улицы экспорта заворачивает в порт она андрео 100 пути разобрали там больше нет железной дороги сейчас нахожусь на перекрестке улицы дунтус который проходит там а это улица букулту небольшая авария случилось три машины столкнулись но у нас другой интерес под тоннелем она засыпана река а здесь она не засыпана до конца вот она узенькая совсем но если посмотреть карту 1982 года она здесь еще довольно широкая но развитие индустриализации заставило людей засыпать эту речку едем дальше проезжая мимо травпункта приемное отделение напротив здания травпункта речка обрывается здесь на опять засыпана присыпана заасфальтирована но чуть дальше 50 метров торговый центр sky опять она с торговым центром она еще протекает а дальше будет опять обрыв торгового центра sky идет улица дамби там река засыпана присыпана и тут опять улица дунтус мы подходим и видим вуаля даже не замерзла что же в нее такое спустили что там прямо видно что какие-то химические вещества нефтепродукты но с развитием промышленности в российскую империю самое самое начало вот сейчас здесь мы пойдем дальше там будет завод проводник и здесь все кипело вообще промышленностью здесь был густо населенный промышленный район в первую латвийскую республику при советской латвии эта речка очень сильно загрязнялась речка говнотечка они даже были статьи газете рига сбал с как ее начинали чистить потом с успехом ее закончили очищать от разных таких нефтепродуктов все отходы от промышленности шли именно сюда речка говнотечка даже были случаи советское время она возгоралась и и приходилось тушить представляете насколько она была грязной до какого состояния доверия поэтому часть речи реки конечно же в районе скансасы засыпали от нее смердило ужасно вам насколько это ужасно насколько она действительно грязная какая-то пена сколько здесь пластика наверно последний раз при советском союзе это место и чистили назад вернуться вдруг удастся обнаружить слив всей этой жижи здесь ужас покрышки часть только нет вот трубы есть но с них ничего не сливают чем там занимаются дерево обработкой здесь еще пару труб имеется ну а там уже лед выходит либо либо снизу где-то еще труба идет потому что течение это видно что-то вода двигается откуда-то она прибывает там-то все засыпано чем дальше уже примерзает что доказывает еще раз что там свежий идет выброс а могло быть как венец и если по эту речку сохранили такие дорожки сделали бы вдоль побережья лодочки покатались но нет индустрия все загубила этот интересный проход давайте по нему пройдемся ладно еще пару слов там саркандаугова и строится лидл на месте этого лидла была очень широкая часть реки она засыпана но к тому насколько все запущено было в плане экологии лидл должны были уже начать строить год назад два года назад когда у вас там открытие их состоялось по два года назад должна была начаться стройка но не могла она начинаться из-за того что пробы грунта в строительстве так как грунтовые воды сильно испорчены через два года я не знаю насколько их могли очистить вы сами видите что здесь грунт он весь на букву г терминов что они там сделали но по крайней мере лидл на саркандаугу и будет а я вот пойду этой тропой вдоль этих заводских помещений которые были построены еще в российскую империю до завода проводник с велосипедом по всем таким местам гулять квест еще тот скользко везде не проехать снег плюс холод пальцы мерзнут нынче мне нравится притока до 19 века называлась канава наказаний не этапили людей обвиненных в колдовстве еще одна легенда гласит о битве на льдах этой реки то есть река пропитана сейчас грязью когда-то кровью от этого и взяло название этого района саркандаугу что в переводе как является как красная двина просто еще для сравнений насколько она была здесь широкая я попробую фотографию выложить я стою здесь на этом берегу приблизительно зараза испугал у меня промышленность мотор заработал так надо отойти вот я отошел отсюда даже будет лучше видно ты эти вот тот дом светлый ну и вот этот там проходит улица и вплоть до той улицы до тех домов была река она была судоходной есть фотография где видно даже судно которая за вот уже ближе ганебу дамбюс показывается ширина реки не полномасштабная но уже что-то отсюда наверное как раз и была сделана эта фотография которую я вам показывал все два здания столетию завода проводник мне кажется было изображено сиё панно на фасаде этого дома там если наверху посмотреться написано 1988 1988 разнообразная трудно разглядеть это блин люди на как с него летели эти общики куски льда прилетают с фур как убить можно какой то еще кусок трудно разглядеть но видно что центральная надпись гласит кино венеция ну так и называют в уголок риги маленькая венеция называли благодаря этой притоке саркандауговы подъедем к самим основным корпусам проводника знаменитое выражение в риге когда ты делаешь что-то неправильно или неадекватное тебе говорят ты что с твайки сбежал твайка эта улица твайка а это психиатрическая лечебница откуда эта поговорка и пошла сейчас мне кажется очень мало люди говорят так редко встречал раньше прямо сплошь и рядом было слышно ты ствайки или тому подобное не вспоминается случай когда у нас была ночь музеев все музеи открыты в каждом городе такая ночь проходит и в ночь музеев пускали людей не вовнутрь но на территорию прямо толпа заходили посмотреть как живут душевно больные люди но мне кажется ли тут душевно больных людей это был такой шок мы смотрели на них потому что они прильнули к окнам что происходит они смотрят на нас что мол происходит почему столько людей но это же не музей друзья нельзя же так поступать с душевно больными людьми им дополнительный был стресс живу там спокойно свободно за забором кстати насколько он сейчас прозрачный по-моему раньше он был бетонный нельзя было посмотреть на территории никого не пускают а тут прямо тысячи людей к ним нагрянули но благодаря той ночи музеев и оказался корпусах проводника все к ним не могу подъехать сегодня довольно прохладно и за всю поездку у меня даже камера замерзла надеюсь она сейчас не выключится постараюсь вам пару слов про это здание про проводник сказать и поедем мы домой греться сумбурные вышли эти пару слов так как начало все раздражать камера то включалась то выключалась ветер усилился я понимал что мне еще до дома ехать час а я замерз кончики пальцев просто немели ну для наглядности я просто вам оставлю эти фотографии что было как было на этом производстве вы поймете своих пару слов я тоже оставлю пускай они сумбурные но пускай выйдут ну и эта фотография этого здания конечно она впечатляет мне нравится такая архитектура да работало здесь очень много людей российскую империю порядка 16000 это было одно из ведущих производств в пятерке даже об сказал было самых крупных производств российской империи но во время войны оборудование вы вывезли и уже она сюда не вернулась делали здесь резиновые изделия галоши позже покрышки но главный толчок для производства для прибыли дала то что в корпусах в лабораториях вернее этого производства изобрели каучук и потом лицензию продавали по всему миру мне повезло и побывал в этом здании когда была ночь музеев на последнем этаже конечно оборудование там никакого уже нету но единственно что уцелел на последнем этаже вот спортивный зал он прямо в той сохранности остался это больше всего меня поразило электро машиностроительный завод уже сейчас этих корпусах и существует только всех дальше а когда-то здесь производили такие стиральные машинки кругленькие помните орига как и назывались 14 16 в общем у всех она такая была дома ну а на этом я хочу вам сказать нам до свидания по саркандаугу и мы погуляем с вами какой-нибудь другой денек более теплый потому что в мороз гулять это еще то удовольствие по снегу по льду на велосипеде еще тот экстрим чуть-чуть я замерз закалел их здание она прямо здоровенно она мне при прямо очень сильно нравится жалко сейчас экскурсии него это а кто знает может быть в ночь музеев можно туда будет попасть и показать что внутри ладно к чему и жду от вас лайк подписку если вы в первый раз на этом канале оставайтесь будем гулять вместе и до новых встреч всем пока пока